Первыми, кто создал машину похожего дизайна, были мы, россияне. Пожалуй, самая необходимая опция для Lamborghini. Еще никогда один дюйм не стоил так дорого. Каждый из которых в итоге заляпается. Давайте послушаем, как дышит эта машина. За 21 миллион рублей можно устроить день города в Омске, купить якутские железные дороги или купить вот это. Наша передача только про самые дорогие машины, которые вы можете приобрести в России. И это Lamborghini Urus. Он стоит 21 миллион рублей. Окей, он не стоит 21 миллион, он стоит 15 миллионов. Но еще 6 миллионов это его опции. Urus это первый внедорожник Lamborghini за всю историю марки. Окей, это не первый внедорожник Lamborghini за всю историю марки. Был еще крутейший LM002, который претендовал на американскую армию, но ничего у него из этого не получилось. Он должен был участвовать в ралли, но не стал. Выпускаться большими тиражами, но не смог. Все, что мы знаем, это то, что тираж его составил в районе 300 штук, и на нем ездил Саша Белый из сериала «Бригады». Урус это первый турбированный Lamborghini. Окей, это не первый турбированный Lamborghini. Мы знаем много тюнинг-проектов, где турбировали Гоярдо и Хураканы. Но в чем он точно первый? Так это в том, что здесь, в этом Lamborghini, могут поместиться 5 человек. Я понимаю, что в бедных районах Монте-Карло молодежь набивается в ламбу в десятером, но здесь это официально пятиместный салон. Салон Уруса может быть и четырехместным. Мультимедиа для задних пассажиров стоит 461 тысячу рублей. Кажется, компания Pegatron, производитель вот этого вот, еще никогда не продавала два планшета по такой цене. Для тех, кто, увидев машину, первым делом говорит, что ее дизайн украли у какой-то другой марки, могу подкинуть пищу для размышлений. Первыми, кто создал машину похожего дизайна, были мы, россияне. Я говорю о великолепном автомобиле Tagas Aquila. Мало кто знает, но компания Tagas готовила к запуску кроссовер, который должен был выглядеть почти так же, как Урус. Совпадение? Не думаю. Возможно, итальянцы просто выкрали скетчи из дизайн-бюро Tagasa. Ну, в смысле, из гаража, где дизайнер Tagasa их хранил. И из бардачка его таврии. Она подходит для инвалидов, ну, или для молодых. До появления Уруса быстрее всех до сотни разгонялись Porsche Cayenne Turbo и Jeep Grand Cherokee Trackhawk. А самая высокая максимальная скорость была у Bentley Bentayga. С появлением этого автомобиля звезды погасли. Он перекрыл каждый из этих автомобилей по каждому показателю. Он разгоняется до сотни за 3,6 секунды. До двухсот за 12,8 секунды. А его максимальная скорость 305 км в час. На 4 км в час быстрее, чем у Bentayga. Пожалуй, это самый крутой SUV на сегодня. И как все самые крутые SUV, он построен на той же платформе, что Audi Q7 и Volkswagen Touareg. Обиднее всех должно быть Cayenne. Ведь именно благодаря его двигателю Урус стал таким крутым. Да, этот Twin Turbo V8 от Cayenne Turbo. Но благодаря некоторым другим настройкам, в частности, другому выпуску, он мощнее. В нем 650 лошадей и 850 ньютон-метров крутящего момента. Кстати, вот здесь, на декоративной крышке двигателя, мы можем увидеть номер. Можно подумать, что это номер технической поддержки Lamborghini. Давайте по нему позвоним. Пожалуйста, проверьте правильность набора номера и перезвоните. Это порядок работы цилиндров. И это самая бесполезная информация, которую только можно было здесь разместить. Если хотите увидеть больше тест-драйвов новых машин, подписывайтесь на канал Motor.ru. Если хотите увидеть больше дорогих машин из России, подписывайтесь на Привет Тачки. В стандартной комплектации Уруса уже идут карбон-керамические тормоза. Не припомню ни одного внедорожника с такой базовой комплектацией. В качестве опции здесь тоже есть повод разгуляться. Например, можно покрасить вот суппорта в такой вот черный цвет. И это обойдется вам всего в 98 тысяч рублей. Я дом покрасил дешевле. Кстати, тормозной путь этой машины со 100 км в час составляет всего 33 метра. При массе машины 2,2 тонны. Для сравнения, наш внедорожник УАЗ Патриот тормозит со 100 км в час на 60 метрах. При условии, что у него сработают тормоза, он разгонится до сотни. И вообще будет смысл тормозить. Возможно, на такой скорости можно просто проехать ходом. УРУС может не только поменять ваш баланс на банковском счете. Еще он меняет клиренс, звук выхлопа и жесткость подвески. Вообще, вы можете настроить эту машину полностью под себя. Ну и, конечно, вряд ли кого-то сейчас можно удивить опцией открывания задней двери без рук. Но у УРУСа здесь есть кнопочка, с помощью которой вы можете опустить зад машины на пневмобаллонах для того, чтобы облегчить погрузку в багажник. И еще здесь одна кнопочка есть, которая открывает, пожалуй, самую необходимую опцию для Lamborghini – фаркоп. Размер колес в самой простой версии 21 дюйм. Здесь у нас стоят 22-дюймовые колеса. И доплата за такие колеса – 413 400 рублей. Еще никогда один дюйм не стоил так дорого. Запаска все равно у вас будет 21-дюймовая, если вы, конечно, закажете такую опцию, как запаска. Она стоит 60 тысяч рублей. Кстати, заднее шасси здесь полноуправляемое. Задние колеса могут поворачиваться на 3 градуса в любую сторону. На малых скоростях они поворачиваются в противоположную передним колесам сторону, а на больших, ну, например, для того, чтобы облегчить вам перестроение из ряда в ряд, они поворачиваются в ту же сторону. Система электронной помощи вместе с проекционным дисплеем стоит 544 тысячи рублей. Ну и, конечно, зачем вам Урус без системы ночного видения? За нее придется доплатить еще 228 тысяч. Но это все ерунда, потому что, как вы, наверное, уже догадываетесь, основные опции внутри. В салоне Уруса довольно тихо, особенно пока вы его не завели. Отчасти потому, что здесь двойное остекление. Эти великолепные передние кресла из нежнейшей кожи стоят 272 тысячи рублей. Коврик под моими ногами 54 тысячи рублей. Руль, кстати, целиком от Ауди 108 тысяч рублей. И еще 32 за контрастную прострочку. Если хотите цветной ремень, надо выложить еще 76 тысяч. Амбиентную подсветку салона 261 тысячу рублей. Про Ауди в салоне Ламборгини не забудешь при всем желании. От нее здесь не только руль, но и подрулевые переключатели, кнопки с блока управления стеклоподъемниками, открывание-закрывание салона, багажника и многое другое. Слева находится селектор Анима, который регулирует, в общем-то, всю мехатронику. Здесь 6 режимов, 3 спортивных и 3 внедорожных. А рычажок справа – это режим эгоиста. Вы можете настроить под себя и шасси, и рулевое управление, и жесткость подвески, и одним включением этого рычажка привести в исполнение все свои настройки. Мультимедиа состоит из двух мониторов, каждый из которых в итоге заляпается и превратится, на мой взгляд, просто в кучу отпечатков. Это касается и самих клавиш, и мониторов. Все мониторы с тачскрином, и, например, когда нажимаете на верхний монитор, здесь он срабатывает еще и щелчком. То есть здесь не только визуальные, но и тактильные ощущения. Без них будет действительно на ходу разобраться очень сложно. Включить кондиционер можно нажатием вот этой вот центральной шестиугольной кнопочки. Вы нажимаете, и дальше можете отрегулировать температуру либо однократным нажатием, либо модным свайпом. Если оставить переключатель в покое, то он сам через какое-то время выключит свайп режим. Ну, не знаю, на ходу наверняка этим пользоваться не очень удобно. Очень крутой 3D-режим камеры. Такое ощущение, что вы находитесь в компьютерной игре. Вот все вокруг реальное, ваша машина нарисованная. Причем тут действует мультитач еще. Круто то, что в этом режиме вы видите, как у вас поворачиваются колеса, как включаются поворотники. Но хватит болтовни. Давайте послушаем, как дышит эта машина. И помните, эту машину можно купить прямо сейчас. Подписывайтесь на наш канал и наслаждайтесь. Подписывайтесь на мотор, чтобы следить за самыми последними тест-драйвами. Подписывайтесь на Привет Тачку, чтобы увидеть самые дорогие машины в России. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!